Можно продолжать. Для первого отеля, который открылся в бананово-лимонном Сингапуре, в самом сердце города, в двух шагах Орчет Роуд, легендарной улицы Орчет Роуд. Вот так, кстати, на этом слайде выглядит внутренняя территория отеля. Это уникально в сердце азиатского мегаполиса иметь вот такое роскошное зеленое пространство. Это, кстати, фирменная особенность очень многих наших отелей. Да, конечно, не везде это возможно, но мы все-таки стараемся окружать наших гостей хотя бы маленьким, но зеленым пространством. Это особенно ценно в азиатских мегаполисах. Вы найдете это и в Куала-Улумпур, например, или даже в Пекине. Шангрила Пекин – потрясающий пример такого отеля с большой зеленой территорией. Сейчас в группу Шангрила уже входит чуть более 100 отелей, большая часть из которых, конечно же, находится в Азии. Глядя на карту Китая, многие полагают, что мы китайская гостиничная компания. Часто даже партнеры говорят «великая китайская коллекция отелей Шангрила». Две важные цифры – 40 городов и 54 отеля. Вот такое масштабное присутствие у нас по всему Китаю. Шесть отелей в Пекине, четыре в Шанхае, четыре в Гонконге, четыре отеля в Шинчжене. Ну и, конечно же, основные туристические центры – Сиань, где терракотовые войска, Чинду, где замечательные мишки и панда, конечно же, остров Хайнань, Санья. Ну и все основные бизнес-центры. Очень приятно слышать комментарии партнеров, когда есть запросы по бизнес-поездкам, и многие партнеры говорят «вот мы видим какой-то экзотический город, оканчивающийся на Джоу, наверняка там есть отель Шангрила». Куанчжоу, где выставка Кантон Фэр, пожалуйста, есть замечательный проект Шангрила рядом с выставкой. Суджоу, Ханчжоу – очень интересные исторические города рядом с Шанхаем, пожалуйста, есть отели Шангрила. Ну и, конечно же, все основные бизнес-центры, как, например, Харабин на севере Китая, Шиньян, Чанчун, Далянь. То есть если ваши туристы, клиенты бронируют особенно бизнес-поездки, выставочные поездки в Китай, в Китае есть где развернуться. У нас очень интересная география именно в Китае. Мы не забываем и другие азиатские страны, у нас есть даже Монголия, обычно это вызывает улыбки, тем не менее это очень популярный бизнес-проект в самом сердце Улан-Батора. Это потрясающий проект в Японии и Токио, великолепные пляжные курорты Сибу и Баракай на Филиппинах, Малайзия, Сингапур. В этом году мы приходим в Камбоджу, будет открыт очень интересный проект в Панампене, очень торжественный городской отель с зеленой территорией, на берегу реки с потрясающими ресторанами. Но последние 20 лет мы стали развиваться за пределами Дальней Азии, как раз у нас появился Ближний Восток, это на данный момент Дубай, Абу-Даби, Эмираты, Султанат Аман, о котором мы будем говорить в пятницу, Саудовская Аравия, это Джида, и Индия, это Дели и Бангалор. И, наконец, Индийский океан, это Колумба и Хамбантота, Шри-Ланка, Маврикий, потрясающий пляжный курорт Туис-Рок, и транзитный замечательный отель для транзитных пассажиров в Мали, именно в Мали, столичный отол Мали на Мальдивах, отель, который называется Джен Мали, это линейка наших четырехзвездных брендов. Почему мы группа Шангрела? Так как в дружную семью азиатскую входят четыре основных бренда. Помимо отелей Шангрела вы можете встретить название Керри, это современные пятизвездные отели, которые представлены в Пекине, Шанхае и Гонконге, их всего три, очень легко запомнить. Ну, также в группу Шангрела входит линейка четырехзвездных отелей, это исторический бренд Трейдерс, их осталось только два, это Куал-Лумпур, вот на этом слайде изображен отель с самым красивым видом, прямым на башне Петрона, с самом сердце Куал-Лумпур, с потрясающим бассейном в дневное время и баром с панорамным видом на башне в вечернее время. Это Трейдерс Куал-Лумпур, и второй Трейдерс, о котором мы сегодня подробно поговорим, это проект в Абу-Даби. Бренд Джен, это тоже линейка четырехзвездных отелей, тоже родом из Сингапура, так уж, наверное, по фэншую сложилось, что родина Шангрелы и родина Джена, это Сингапур. Первый Джен открылся 10 лет назад, в сентябре этого года мы будем праздновать десятилетие непосредственно на Орчет Роуд с потрясающим уникальным бассейном на крыше с видом и на Марина Бэй, и на центральный Сингапур. Но этот бассейн мы нигде не рекламируем, это строго для гостей отеля, приватное, очень интересное пространство, при этом это отель категории 4 звезды. Этот отель очень часто бронируют туристы для комбинации Сингапур-Бали, Сингапур-Малайзия, например, Сингапур-Пхукет, когда туристы хотят забронировать пятизвездный курорт на курорте и хорошую четверку в городе, вот в такой ситуации Джен Орчет Гейтвей будет очень симпатичным, выгодным, интересным решением. Также Джены вы найдете в Пекине, в Гонконге и, наверное, самый сейчас вот экзотический и одновременно известный Джен, это Мали. Если вдруг у вас с туристом необходима стыковка, ночевка именно в Мали, буквально 10 минут на автомобиле через Новый мост непосредственно в Мали находится отель Джен. Хорошая полноценная четверка с полноценным завтраком, очень красивый ресторан на крыше, куда, кстати, можно просто приехать, если длительная стыковка. Единственное, это безалкогольный отель, так как территория Мали. Ну, я думаю, туристы могут провести один обед-ужин без бокала вина, но зато гарантирован красивый вид, в том числе на летное поле. Отель – хороший четырехзвездный продукт. Это линейка отелей Джен, то есть дружная семья Шангрила сейчас включает четыре бренда. Отели пять звезд – это Шангрила и Керри, и отели четыре звезды – это Трейдерс и Джен. Сегодня мы говорим подробно, конечно же, про Эмираты, в частности, про замечательный Эмират Абудаби, который идет семимильными шагами. Очень много интересных туристических проектов в Эмирате. Кстати, в пешеходной доступности от нашего отеля сравнительно недавно открылся новый, очень интересный комплекс «Алькана», где и тематический парк, и замечательный аквариум, один из, наверное, самых больших в мире. Много кафе и ресторанов, и, в принципе, очень красивая прогулочная зона отдыха. И наши туристы, наши гости это уже оценили. Абудаби для нас очень необычный и интересный проект. Впервые в истории Шангрила на одной общей территории вы можете найти сразу несколько продуктов. Это отель «4 звезды Трейдерс», семейные апартаменты резиденции для длительного проживания, отель «Шангрила» и комплекс «Вилл», которые тоже доступны для бронирования. Все это вместе на практически километровой территории. Почему мы говорим, что комплекс «Карят-Альбери» – это все-таки городской курорт? Мы расположены именно в Абудаби, это не Садияд, то есть это не открытое море. Мы расположены на въезде с континентальной части Абудаби, на пути от аэропорта Абудаби, собственно, на столичный остров. Географически это пролив, который называется Гранд-Канал, но многие туристы говорят, что мы отдыхали у вас на берегу речки, подразумевая, что виден берег напротив. Напротив частные виллы и величественное сооружение мечети шейха Зайда. Очень красивый вид, особенно в вечернее время. Очень удобно добираться до нашего комплекса от аэропорта Абудаби. И сейчас мы видим очень большой интерес к транзитным остановкам в Абудаби. Не только для Москвы, но, например, и Петербурга, откуда авиакомпания «Тихат» сравнительно недавно запустила прямые рейсы. И многие туристы, кто летит транзитом куда-то дальше, например, в Азию, хотят посмотреть, что же нового появилось в Абудаби. Вот для такого рода путешественников мы будем очень симпатичным вариантом, потому что они, например, летят на море куда-то экзотическое, но Абудаби они хотят посмотреть с точки зрения новых чудес света, шоппинга, например. Мы находимся действительно в центре события. Но это не значит, что у нас нельзя купаться. Единственное, мы честно предупреждаем, что не будет эффекта открытого моря. Зимой у этого есть ряд преимуществ, потому что не так ветрено, вода лучше прогревается. Вот так выглядит схематично наш комплекс со стороны воды, как раз со стороны мечети Шейха Заида. Слева от нас находится отель Фейермонт. Далее, получается, начинается территория с отеля Трейдерс. Здесь в центре курорта семейные резиденции, апартаменты для длительного проживания. Кстати, на этой территории есть даже восточный базар с небольшими кафе, магазинчиками. Это не относится к отелю. То есть здесь надо оплачивать все услуги, товары непосредственно в этих заведениях. Здесь нельзя записать на свой номер, как если вы, например, пользуетесь ресторанами, которые находятся в Шенгриле или в Трейдерсе. Наконец, сердце курорта – это комплекс Шенгрила. И территория заканчивается приватной территорией Вилл. И вот все это километр длиной. Территория настолько большая, что внутри у нас есть даже искусственный канал, по которому курсируют замечательные арабские лодочки Абра. То есть вы можете гулять пешком, можете воспользоваться баги по внешнему периметру или же отправиться в путешествие на лодочке, например, из отеля в Трейдерс в Шенгрилу. Вот так выглядит тот самый Гранд-канал. Вот слева в верхнем уголке будет как раз сооружение мечети. Вдали вы видите силуэт песчаного здания – это Трейдерс, а вот справа как раз это, собственно, отель Шенгрила. Пляжи есть у каждой части комплекса и у резиденции, и у отеля Трейдерс, и у Шенгрилы. Отель Трейдерс – это очень интересный четырехзвездный продукт, он очень комфортный по стоимости, и это один из немногих четырехзвездных отелей, у кого есть пляжная инфраструктура. Здесь номера смотрят на все четыре стороны света. Где-то есть балконы, где-то нет, но нет отдельных категорий, где гарантированный балкон. Большие красивые зеленые лужайки, полноценная пляжная инфраструктура. Отель очень современный по дизайну и очень просторные номера. Около 30-32 квадратных метров для отеля Четыре звезды. Это действительно полноценное пространство. Такой вот свежий современный дизайн. Есть клубные номера, мы называем это Трейдерс Клаб, где отдельный камерный завтрак, закуски в течение дня в определенное время и, конечно же, прохладительные напитки без ограничений в течение всего дня. Это, кстати, история популярна не только у взрослых, но и для семейного отдыха с детьми. А сердце курорта комплекса Кариат Альбери – это отель Шангрела, это уже 5 звезд. Здесь все номера смотрят в сторону воды. Отель очень камерный, всего лишь 213 номеров. По эмиратским меркам это не так много. Отель невысотный. В каждом номере есть балкон или терраса. Соответственно, двери открываются. Это не какая-то коробочка-небоскреб, где только кондиционер. То есть здесь есть ощущение полноценного курорта. У нас, кстати, поэтому очень часто останавливаются деловые путешественники, кто приезжает в Абу-Даби, в том числе на выставку, которая буквально в 10 минутах езды от нашего комплекса. Или на какие-то переговоры. Потому что в центре Абу-Даби все-таки большая часть отелей – это городские отели практически без своей территории. Здесь же, даже если вы приехали в костюме на переговоры, у вас все-таки будет ощущение курорта. Бассейн зимой подогревается, летом охлаждается. Но сейчас, мне кажется, уже этим никого не удивишь. Но опять-таки к летнему отдыху, к летнему сезону отели, конечно же, готовятся, чтобы гостям было уютно и комфортно. Вот так выглядит вечерний ракурс на территорию отеля. Как раз в центре слайда – это сердце отеля. Здесь находятся рестораны, выход как раз к бассейну. И, повторюсь, все номера смотрят в сторону воды. Номера очень большие, минимум 45 квадратных метров. И вот такой красивый вид вечерний на величественную мечеть шейха Зайда, которая, повторюсь, практически ровно напротив отеля. Так как мы родом из Азии, чтим и уважаем принципы фэншуя, поэтому всегда очень внимательное отношение к внутреннему убранству, к дизайну номеров. У нас вы никогда не найдете отели с перегруженными номерами, мебелью, с какими-то очень яркими, кричащими цветами, оттенками. Почему? Один из основных принципов фэншуи гласит о том, что энергия ци должна циркулировать свободно в пространстве, не встречая никаких препятствий. Поэтому в таких номерах невероятно комфортно и приятно находиться. Первая категория – это Deluxe Room, а далее идут Executive Garden. Это первый этаж. Мы знаем, что есть туристы, которые очень любят выходить из своего номера сразу на лужайку, а перед зданием отеля красивые зеленые пространства. Поэтому вот для такого рода любителей зелени можно предложить эту категорию. Далее идут категории Premier. Это уже номера большей площади, они 55-65 квадратных метров. Вот эти номера подходят уже для трехместного размещения. Вот так выглядит коллекция свитов. Тоже очень красивые номера, очень просторные. Это всегда отдельно гостиная и спальня, разделенные дверью. Это как раз продукт для больших семей. Ну и, кстати, эти люксы тоже часто бронируют транзитные гости, кто летит через Абудаби, куда-то в пятизвездные курорты той же самой Азии, например. Ну и, наконец, продукт под названием Виллы. Их шесть. Это очень интересный продукт. Единственный момент, часть из них занята долгосрочной арендой. То есть здесь гости живут, можно сказать, месяцами. Но обычно две-три виллы доступны для бронирования. Но это действительно ваш полноценный дом. 600 квадратных метров, четыре спальни. Есть виллы даже со своим кинотеатром. Бассейн, который закрывается шатром. Это вот нижняя центральная фотография. Обеденный зал. То есть полноценный арабский дом. Здесь своя охрана, отдельный подъезд. Но при этом доступ ко всей территории курорта, потому что это единое километровое пространство. Вот, кстати, так выглядит путешествие на лодочке из отеля в Трейдерс в отель Шангрела. Кстати, очень важный момент. И это оценили многие наши партнеры, кто останавливался в нашем комплексе. Если вы проживаете в отеле Трейдерс, что есть четыре звезды, вы ночуете, завтракаете в этом комплексе. Но вы можете посещать рестораны, комплекс спа, который находится в Шангреле, и подписывать услуги на свой номер в Трейдерсе. То есть фактически у вас есть доступ к пятизвездной инфраструктуре, но при этом вы платите за отель 4 звезды, потому что ваш номер находится в отеле Трейдерс. Ну и вот такой красивый вид. Это дневная уже фотография на мечеть шейха Зайда, которая, еще раз повторяю, ровно напротив отеля находится. Вот так выглядит пляжная инфраструктура. Повторюсь, пляж есть. Есть замечательные лужайки, шезлонги, зонтики. То есть полноценная курортная инфраструктура присутствует. Ну, единственное, нет открытой панорамы, открытого моря, как на острове Содият. Но при этом обратите внимание на ценник. У отеля и Трейдерс, и у Шангрела очень комфортная стоимость, если мы говорим про сравнение с отелями 4 звезды и 5. Поэтому любители городского отдыха, бизнесмены, кто посещает выставки, и транзитные гости, кто летит через Абу-Даби, очень любят комплекс Кориат-Альбери. Предмет особой гордости бренда Шангрела – это, конечно же, комплекс Чи-спа. Это фирменный бренд салонов-спа, который находится на всех курортах и во многих городских отелях. Чи и лица – это вот как раз та самая энергия, которая по следованиям китайской медицине циркулирует в организме человека. И считается, что все сложности, стрессы, проблемы начинаются, если блокируется правильное течение этой энергии ЦИП. Соответственно, все процедуры должны быть направлены на разблокировку вот этих вот меридианов, каналов. Поэтому Чи-спа – это где-то даже немножко такой медицинский уклон. И очень важная особенность салонов-спа, что процедуры отражают колорит того места, где находится отель. То есть, если вы путешествуете, например, на Маврикии, то это будет одна история. В Стамбуле будут совершенно другие спа-процедуры. На Филиппинах, Баракай или Сибу – это будет совершенно своя история. И Абу-Даби не исключение. Здесь есть разделение на мужскую и женскую половину. Доступ в спа, ну, как и во многих отелях, которые сегодня уже делали презентации, да, он предоставляется гостям безвозмездно, но оплачиваются уже, соответственно, индивидуальные процедуры дополнительно, согласно спа-меню. Абсолютно любой отель Шангрела, особенно городский, это всегда коллекция ресторанов. Это предмет тоже особой гордости бренда Шангрела. И нам невероятно приятно наблюдать, что очень много гостей, горожан, которые приходят именно на обеды, на ужины без проживания в отеле. И Абу-Даби и Дубай не исключение. Это, конечно же, очень популярная история для Азии, Сингапур, Гонконг. Невероятное количество местных жителей можно увидеть в наших ресторанах. Кстати, это тоже может быть вам такой палочкой-выручалочкой, золотой ключик к сердцам туристов. То есть, как, например, переориентировать туриста на брен Шангрела. Наверное, самый красивый пример будет Стамбул, где наш отель находится рядом с знаменитым дворцом Далмабачи, у самой воды, у самого Босфора. Поэтому многие туристы после экскурсии в дворец Далмабачи приходят к нам в гости на чаепитие, на обед или ужин с видом на Восфор. В Абу-Даби вы найдете обязательно ресторан международной кухни. Это тоже фирменная особенность отелей Шангрела. Даже в Китае и в Индии вы обязательно найдете международную кухню. То есть, не только местные блюда будут. Обычно это формат шведский стол, который переходит из завтрака в обед и из обеда в ужин. Это не просто выкладка блюд. Мы называем это ресторан с открытыми кухнями, когда вы видите процесс приготовления блюд. Есть в том числе детское питание. Обычно наши партнеры говорят, что на такой завтрак надо минимум 45 минут, а то и час. Ну, особенно это заметно в азиатских отелях, например, в Шанхае, где 700 номеров. Вы можете себе представить, каким масштабным должен быть ресторан, чтобы накормить такое количество гостей. В некоторых ресторанах подобного уровня вы найдете 20, 25, 30 станций, где как раз повара колдуют при вас. Это очень интересное зрелище не только для детей, но и для взрослых. Многие партнеры, говоря про Абудаби, вспоминают наш замечательный шоколадный фонтан. В вечернее время практикуются тематические вечера. То есть, какой-то день может быть, например, морская кухня, арабская ночь. Но эта концепция, наверное, сейчас свойственна очень многим отелям. Здесь, конечно, не удивишь. Но к чему я это все говорю, что шведский стол, он полноценный, эти буфеты, да, включая и детское питание. Но мы не забываем и историю а-ля карт. Это в первую очередь, конечно же, азиатская кухня, высокая кухня региона Кантон. Это Шэнг Пэлэс, наш фирменный ресторан китайской кухни. Вы их найдете в очень многих отелях Шэнгри Ла, и Париж, и Стамбул. В пандемию, когда Китай был закрыт, вот замечательные димсамы можно было попробовать в Стамбуле, не обязательно отправляясь в далекий и закрытый в то время Китай. Вьетнамский ресторан, ну, сейчас он летом у нас закрыт, так как все-таки это не пиковый сезон. Европейская кухня Бордо ресторан и очень красивый бар. И, конечно же, лаунж прямо на лужайках, можно сказать, в двух шагах от воды, тоже с красивой панорамой на мечеть Шейха Зайда. Базовое питание в отеле – это завтраки. В Трейдерсе всего лишь один ресторан, опять-таки, так как территория у двух отелей общая, поэтому гости могут пользоваться инфраструктурой Шэнгри Ла. Они лишь только завтракают у себя в Трейдерсе. Возможно заказывать полупансион, тогда будет привязка к ресторану со шведским столом. То есть, если вы заказали полупансион и проживаете в Шангриле, у вас будет доступ к ресторану Софра, где шведский стол и утром, и вечером. Соответственно, если вы живете в Трейдерсе, то тогда полупансион будет привязан именно к ресторану в Трейдерсе. Ну, обедать, например, вы можете приходить в любой из ресторанов а-ля карт и отдельно, дополнительно подписывать чек на свой номер, если вы живете, например, в отеле Трейдерс. Ну, и буквально несколько слов про соседний Эмират. Это городской проект Шангрилла Дубай, самое сердце Дубая, современного Шейхзайт Роуд, с очень красивой панорамой на башню Бурш-Халиф. Это первый проект Шангрилла за пределами Дальней Азии. Он был открыт чуть больше 20 лет назад, в 2003 году, в июле. Тогда башни еще не было, и как только она появилась, пришлось поменять даже классификацию номеров, потому что теперь все, конечно, гости хотят смотреть на нее. И обратите внимание, что мы находимся на хорошем отдалении от этой башни. Есть отели, которые очень близко к башне, поэтому, находясь в номере, ее целиком практически невозможно разглядеть, потому что вы слишком близко к ней. У нас же, вы видите, ее полноценно. К чему я это веду? Мы все помним, что в Дубае очень красивые новогодние фейерверки, поэтому, проживая у нас, у вас гарантированное место в портере, для того, чтобы наблюдать всю эту красоту. При этом шопинг-моллы, да, они тоже очень близко находятся до аэропорта, тоже очень удобный трансфер. И сейчас у нас появился новый сегмент гостей, кто приезжает в Дубай ради выступлений, концертов, которые проходит Coca-Cola-арена. Это ближайший наш сосед, или мы их ближайший сосед. Если бы дубайцы ходили пешком, это было бы буквально 10-15 минут пешком от отеля. Это тоже популярная транзитная история. Очень много туристов летят с остановкой в Дубае. Ну и не всегда готовы туристы, например, после Баракая, особенно, например, зимой, купаться в Дубае полноценно. Но хочется посмотреть, вот что же нового появилось в Эмирате, какие новые достопримечательности. Вот для такого рода туристов Шингрила Дубай будет очень симпатичным адресом. Здесь не будет наценки за пляж, потому что это городской отель. При этом вы получаете полноценную пятизвездную инфраструктуру. Ну, как принято среди городских отелей, это мультикомплекс. Отель занимает нижние этажи и самые верхние. В серединке будут офисы, но у них свои входы, свои лифты. То есть даже о том, что в здании существует что-то еще, вы не догадаетесь. Потом идут апартаменты. Так же, как, кстати, и в Абу-Даби. Здесь есть тоже продукты для длительного проживания с кухнями. Кстати, сейчас тоже очень востребованный формат. И вот самую верхнюю часть здания занимает, собственно, отель. А на самой-самой крыше, на 42-м этаже, находится вот очень интересная площадка для частных мероприятий. Это вот как раз то самое востребованное место для туристов, которые живут в топовых люксовых отелях на берегу и часто спрашивают своих агентов, партнеров, а вот удивите меня, мы были уже во всех знаменитых ресторанах, хочется что-то такое уникальное. Это не ресторан, это площадка, которая открывается либо для пары, либо для компаний друзей, либо для семьи. То есть сюда невозможно просто прийти и взять столик. Необходимо предварительное бронирование, но это пространство будет только для вас. Предложение руки и сердца, юбилей, какое-то торжество. Единственное, эта площадка не очень большая, поэтому здесь есть ограничения по вместимости. Но обычно, если это формат ужина, ну ужин самое популярное время, потому что красивые огни, вот она башня, как на ладони. Ужин это 4-8 человек, коктейльный вариант 10-15 человек. Очень красивые варианты накрытий, но, повторюсь, это все приготовляется отелем по конкретный запрос. То есть это будет только для вас. В отеле очень симпатичные номера. Для городского отеля 45 квадратных метров это достаточно много. Вот такой свежий современный дизайн. Базовая категория это вид на море. А самая популярная, конечно же, категория, это вторая, это Burj Khalif View. То есть если вы видите приставку Burj Khalif в названии номера, это значит будет гарантированный вид на башню. Кстати говоря про видовые номера, мы во всех отелях даем вам подсказку. Если в Париже вы хотите наблюдать красавицу Эфелеву башню, которая будет ровно напротив вас, то в категории должно быть слово Эфель. В Стамбуле, если вы хотите наблюдать Босфор, то это премьер Босфор фронтальный вид. И Делакс Босфорус это боковой вид на Босфор. Кстати, башню видно даже у бассейна. Несмотря на то, что это городская история и мы среди небоскребов, у отеля все равно есть, хотя небольшая, но все-таки территория и немножко зелени. Днем это полноценная зона отдыха, а вечером это очень красивый лаунч. Кстати, куда приходят многие дубайцы, потому что место популярное. Опять-таки вот с таким красивым видом на башню. И есть еще один бассейн внутри отеля, закрытый. Но гости, конечно же, любят именно вот это открытое пространство. И небольшой, совсем небольшой комплекс спа здесь присутствует. Также несколько ресторанов, в том числе Шенг Пэлэс, есть и вьетнамская кухня. Ну и, конечно же, ресторан с открытыми кухнями. Здесь он называется Дюн Кафе. Это непосредственно в лобби. Но а лобби отражает вот по силуэту дюны пустынь Аравийского полуострова. То есть этот отель очень-очень востребован, повторюсь, у транзитных гостей. Гости, кто приезжают ради каких-то событий. И, конечно же, бизнесмены или гости, которые посещают выставки. Потому что большой выставочный комплекс, где недавно отгремела сейчас выставка Arabian Travel Market, находится буквально в 10 минутах езды на такси от отеля. Аэропорт тоже очень удобно расположен. Буквально примерно 20-25 минут езды. То есть для транзитных гостей очень симпатичное решение. Вот так, кстати, выглядят варианты накрытия. Как раз романтическая история. У нас, кстати, в индустрии туризма было пару примеров, когда именно работники дуриндустрии делали друг другу предложение руки и сердца. Вот было приятно отелю участвовать, в том числе такую красоту организовывать для партнеров. Было приятно удивить гостей. Это очень востребованная история. Это появилось в пандемии. Ну и по-прежнему проект очень успешен. Поэтому отель по-прежнему предлагает вот такое интересное решение для гостей, кто хочет удивить друг друга, близких, членов семьи. Ну или даже бизнес-партнеров, например, если организовать какой-то интересный коктейль. Объединенные Арабские Эмираты. Два замечательных эмирата. Абудаби и Дубай. Ну и фактически три отеля. Трейдерс, Шангрелла в Абудаби и Шангрелла в Дубае. Вот так выглядит коллекция Шангрелла Групп. Наша презентация подходит к завершению. В заключении, позвольте поделиться контактами. Мы, как Бюро Добрых Услуг, помогаем с вопросами, пожеланиями, просьбами. Но относительно бронирования и оплат, пожалуйста, обращайтесь к партнерам Resort Holiday. Желаю отличного летнего сезона всем нам. Надеюсь на новую встречу в пятницу на Аманском вебинаре. Дорогие коллеги. Если какие-то вопросы, если я что-то не упомяну, пожалуйста, пользуйтесь опцией чат. Людмила, спасибо. Пора комментарии относительно Гуанчжоу. Да, Гуанчжоу бьет рекорды. Очень много запросов. И повторюсь, отель ровно через дорогу от выставки. Дорогие коллеги, у нас будет небольшой перерыв. Перед следующей презентацией. Сейчас снова Ирина возьмет слово. И очень надеюсь на новую встречу в пятницу. Пятница будет посвящена Аману. Уверен, что не все еще партнеры были в этой замечательной стране. Кстати, очень рекомендуем Аман, в том числе для ваших личных поездок. У нас было очень много примеров агентов, которые очень сомневались, стоит ли ехать в Аман или нет. Но были очень-очень приятно удивлены этим направлением. Кстати, Аман можно для профессиональных поездок совмещать и с другими странами. Как, например, не только Эмираты, что кажется логично, но и с Мальдивами и даже Таиландом. Потому что есть прямые рейсы на Пхукет и Бангкок. А многие агенты пытаются совместить два знакомительных тура в рамках одной программы. То есть посмотреть тайские отели и, например, романские. Это возможно. Нас ждет небольшой перерыв на чай, кофе. И через несколько минут Ирина представит следующую презентацию. Спасибо большое за ваше внимание. До встречи в эфире в пятницу. Эфир будет посвящен Аману. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...